Уже установилась теплая сухая погода. Как говорят специалисты, наступил весеннелетний пожароопасный период. По данным статистики, именно в это время увеличивается количество пожаров, связанных с возгоранием сухой травы, мусора на улицах. Не исключены и случаи вспыхивания непотушенных костров. Сотрудники управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям напоминают о мерах предосторожности. Пожар – это не стихия, а в первую очередь последствия беспечности людей, уверен ведущий специалист Дайер Меджидов. Работа по предупреждению о чрезвычайных ситуациях подобного характера не прекращается и в зимний период. Но с наступлением теплой погоды уделяется особое внимание этой теме. Актуальность возникает и в связи с массовыми выездами населения в лесные массивы. Где-то процентов, наверное, 80, если не ошибусь. Если говорить о причинах пожара, то вы, наверное, тоже смотрите телевизор, когда где-то происходит крупный пожар. И след, эксперты наши пожарные при выносении заключения по причине пожара, выносят это короткое замыкание. Так кто же виноват в возникновении пожаров? Причины могут быть самые разные, объясняет специалист. От непотушенной спички или окурка и до детской шалости. Дети не понимают, сколько обед и несчастье может принести травяной пожар. А если на пусть огня обстанет забор, сарай или даже дом, то пострадают и они. Все дома, наши жилые дома, квартиры должны быть обеспечены первичными средствами пожародушителями на случай пожара. Еще одной пожароопасной категорией населения в такой период установятся жители частного сектора. Ежегодно колоссальный ущерб природе наносит сжигание по весне сухой травы, листвы или мусора. Наводя порядок на своей территории, необходимо помнить правила безопасности. «Мы совместно с заинтересованными службами стараемся донести их до населения», – подчеркивает Дейль Меджидов. Предупреждение пожароопасных ситуаций, работать с населением и взаимодействие с другими ведомствами – входит в план основных мероприятий, – подытожил специалист. Главное то, что на сегодняшний день совместная работа дает хорошие результаты. Зайра Гамзатова, Шамиль Гусейнов, Новости Каспий-ТВ.